Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажу главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Уложили более трех миллионов квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах. Вице-премьер Марат Хуснулин отметил успехи Самарской области в реализации дорожного нацпроекта. В Госдуме в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Проект получил поддержку российского правительства. Вернулись на первое место в дивизионе «Серебряный». Хоккеисты «Ладьи» одержали две домашние победы в МХЛ. Самарский регион вновь признали одним из лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин вручил губернатору Дмитрию Азарову диплом за успешную реализацию нацпроекта в 2023 году. В Самарской области все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября. Всего за год в регионе уложено 3 миллиона 200 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах протяженностью 385 километров. В эксплуатацию ввели 80 объектов Самарско-Толятинской агломерации и на региональной сети дорог. Также отремонтировано 22 моста протяженностью более полутора тысяч погонных метров. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов рассмотрели вопросы развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе, в том числе туристических маршрутов. Двусторонняя встреча состоялась в Москве на площадке проведения 17-го международного форума «Транспорт России». По итогам обсуждения между руководителем региона и главой компании было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Договорились о том, что в следующем году фактически запустят новый маршрут «Самара-Тольятти-Санкт-Петербург», рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Отдельно проговорили возможность модернизации депо. Компания направит инвестиции, чтобы Самарское депо работало более успешно. Уже сейчас оно является одним из лидеров по комплектованию двухэтажных вагонов по реновации вагонного парка. Тем временем на линию Самарского метрополитена вышел еще один капитально отремонтированный состав. Всего четыре обновленных вагона, один из которых головной, где располагается кабина для машинистов. Благодаря такой починке срок службы состава удалось увеличить на 15 лет. Улучшили как интерьер салона, так и показатели безопасности. Обновленный состав увидела наша съемочная группа. Обновленный состав из четырех вагонов готов встречать пассажиров Самарского метро. Несколько месяцев поезд провел на предприятии в Санкт-Петербурге, где специалисты в заводских условиях переоснастили и добавили транспорту новую начинку. Первое рандеву поезда с линией Самарской подземки прошло еще утром после пуска наладки, во время обкатки. Вот сейчас прошел один новый вагон, как бы он не остановился на станции, мы поняли, что обкатывает новый вагон, я так поняла. Поэтому мы рады, что у нас это все, так сказать, очень рады, что все у нас прибывает. То есть новый транспорт будет еще у нас. Мы довольны, спасибо. Очень удобный транспорт, нам очень нравится, быстро. И здесь летом не жарко, зимой не холодно. В общем, нам очень-очень нравится. Смонтирована новая система вентиляции и освещения. Теперь оно более яркое. В салонах полностью обновлен интерьер, установлены современные окна, более просторные сиденья. Изменился облик и остальных элементов, например, поручни и обшивки. По традиции на бортах изображена одна из главных достопримечательностей города – ладья. Капитально отремонтированный состав стал не только красивее, но и безопаснее. Изменения произошли во всех узлах, деталях и агрегатах, которые отслужили свой срок. Также заменили электродвигатели, колесные пары, рамы тележек. В салоне каждого вагона появились камеры видеонаблюдения, кнопка связи с машинистом и автоматическая система пожаротушения. Кабина также укомплектована современными средствами, включая монитор, чтобы в режиме реального времени наблюдать за происходящим в салонах. Безопасность пассажиров в приоритете у городских властей и сотрудников профильного муниципального предприятия. Ежегодно коллеги из метрополитена этим вопросом занимаются. Конечно же, объем средств нужен колоссальный для того, чтобы привести в идеальное состояние, соответствующее всем требованиям. Но в этом году более 50 миллионов рублей было вложено. В систему безопасности закуплено оборудование. И также ежегодно в это направление, этому направлению будет выделяться особое внимание. Современная система пожаротушения полностью автоматизирована. Она работает по принципу «без участия человека», пояснил Александр Севастьянов. Машинист одним из первых участвовал в обкатке капитально отремонтированного состава и успел оценить преимущества обновленных вагонов. Стоит пожарная капсула, приобретает температуру, она открывается и порошок засыпывает отчатку сгорания. После капитально восстановительного ремонта срок эксплуатации вагонов продлили еще на 15 лет. Напомним, что задачу привести имеющиеся вагоны в порядок поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Произошло это еще в 2018-м. Соответствующий план был сверстан на годы вперед. Ремонтируют составы поэтапно, благодаря государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы. Конкретно в нашем городе подземные поезда направляют на капремонт с 2019-го. На сегодняшний день обновили 32 вагона. А уже на следующей неделе в рейсы отправится еще один электропоезд, в составе которого также капитально отремонтированные вагоны. Два вернулись с завода в этом году, два в прошлом. Эту работу мы будем продолжать, и это крайне важно с учетом дальнейшего развития метрополитена, в том числе и открытия станции театральной. До конца строительства станции театральной нам нужно еще капитально отремонтировать 18 вагонов. Как подчеркнул первый заместитель главы города Алексей Веселов, пассажиропоток увеличивается каждый год. До конца 2023-го профильное предприятие ожидает рост количества пользователей подземки на 10%. Речь идет о более чем 12 миллионах пассажиров. Соответственно, нужно создать и комфортный интервал движения поездов. Его намерены уменьшить до 7-8 минут. В планах и модернизация всей транспортной инфраструктуры города и улучшение качества пассажирских перевозок. Один из шагов – формирование транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Отсюда организуют перевозки по самым разным маршрутам для жителей города и области. Михаил Ермоленко, Петр Паломеев. События. Ездить в общественном транспорте стало выгоднее. До конца этого года действуют сразу две скидки на проезд. Они доступны владельцам телефонов Android, которые уже загрузили карту МИР или карту жителя Самарской области в свои мобильные устройства. Почему это удобно и безопасно, расскажет Ксения Баканова. Леонид Киркиш оформил карту жителя Самарской области пару месяцев назад. Рассказывает, чаще пользуется ей в будние дни, чтобы добраться до университета. Оплачивает проезд с помощью своего смартфона. Это не только удобно, но и выгодно, говорит Леонид. Ведь если суммировать, то скидка составляет минимум 400 рублей в месяц. Это очень радует. Загрузив карту жителя Самарской области на телефон, у меня получается оплатить выгоднее. Таким образом, я экономлю 10 рублей. В принципе, мне нравится. Жители Самарской области могут получить скидку при оплате проезда в общественном транспорте. Экономить можно, расплачиваясь за поездки картой МИР или карты жителя Самарской области загруженными смартфон. Если в свой мобильный добавить карту МИР, то скидка составит 8 рублей, если карту жителя – 10. Уже известны первые промежуточные результаты акции. По данным специалистов, пассажиры общественного транспорта, которые расплачиваются таким способом, сэкономили уже более 6,5 миллионов рублей. А тех, кто загрузил свою карту в телефон, стало в полтора раза больше. Воспользоваться нашим предложением, безусловно, очень просто. Для этого необходимо карту МИР, выпущенную практически любым банком, загрузить в любой удобный мобильный платежный сервис. Это может быть либо Мирпэй, либо Самсунгпэй. Поверьте, это занимает буквально минуту, все интуитивно понятно. Сразу после загрузки в сервис карты можно использовать для оплаты товаров и услуг, и в том числе для оплаты проезда в общественном транспорте. Предложение будет действовать до 31 декабря этого года. Необходимо учитывать, при оплате пластиковой карты МИР или карты жителя Самарской области скидка на проезд не предоставляется. Чтобы платить за билет дешевле, нужно приложить к терминалу именно смартфон, загруженный в него картой МИР или карты жителя. Депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернтской думе активно работают над поправками к бюджету следующего года. Одна из инициатив – увеличить вдвое средства на строительство спортивных площадок. До 200 миллионов рублей. В некоторых районах Самары такие объекты были бы очень востребованными. Напомню, что в этом году благодаря народной программе партии активными темпами возводили спортивные площадки на территории школ. Открыли четыре новых объекта и пять вернули в систему образования после ремонта. Все подробности об инициативе узнал Михаил Ермоленко. Футбольное поле в 105-й школе Самары – одна из новых площадок, открытых в текущем году благодаря народной программе. Современное покрытие, ограждение, освещение и другая инфраструктура – все это было необходимо школе. К баскетболу, тэквондо и большому спортивному залу добавилась возможность проводить занятия на свежем воздухе. Ребята прибегают, просятся. Группы продленного дня, маленькие детишки. То есть уроки физической культуры мы выводим детей на физпаузы. То есть выходим, занимаемся. Ну и надеюсь, что и зимой мы максимально все сделаем. И будет зимний футбол здесь у нас. Ежегодно молодежный спорт в области получает новые стимулы для развития. Из областного бюджета органы власти выделяют значительные средства на устройство спортивных площадок. На следующий год депутаты предложили увеличить финансирование этой сферы в два раза. Вот эти поправки, с которыми вышла фракция «Единая Россия», на следующий год будут востребованы. И мы еще на несколько процентов приблизимся к реализации той народной программы, с которой мы шли на выборы. Один из потенциальных кандидатов – школа номер 87 в Советском районе. На месте пустыря планируют установить мини-футбольное поле. Осталось собрать все предложения воедино и сформировать заявку на строительство спортплощадки. Она универсальная, то есть круглогодичная. Зимой дети смогут и взрослые кататься на коньках. Есть планы здесь и по золотой шайбе команду создать хоккеистов юных. Вот эта регистрационная площадка позволит, как говорится, и уроки физической культуры проводить на таком профессиональном уровне. Всего от фракции «Единая Россия» поступило поправок на общую сумму 2,5 миллиарда рублей на 2024 год. Предложение рассмотрят во время второго чтения областного бюджета 28 ноября. Далее коротко о других событиях дня. В Госдуме в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Проект уже получил поддержку российского правительства. Три года назад он был одобрен в первом чтении. Все это время велся диалог с Кабмином. Недавно были проведены окончательные консультации. Обсуждался законопроект и с банковским сообществом. У финансовых организаций ожидаются потери из-за решения отменить комиссии. Однако это решение не принесет вреда, поскольку банки заканчивают финансовый год с прибылью и хорошей доходностью. Рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Цены на стройматериалы начали снижаться к началу ноября, сообщили в Национальном объединении строителей. По данным экспертов, подешевели кабель, стальные трубы, кровельный материал, битум. По мнению специалистов, изменения происходят в том числе благодаря тому, что ФАС возбудила ряд дел по факту нарушения антимонопольного законодательства на основе представленных данных мониторинга стоимости основных строительных ресурсов. АвтоВАЗ запустил производство автомобилей с подогревом руля. Это свойство заложено как в конструкции автомобиля, так и в опционном составе. Об этом сообщили в пресс-службе концерна. Уже в базовой комплектации Comfort новая Lada Vesta по умолчанию оснащается кондиционером, а следующая за ней версия Life имеет не только его, но и подогрев передних сидений. Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой вошло в состав верхних комплектаций Enjoy и Techno, Sedano Cross, а также универсалов SW и SW Cross. Материнский капитал повышается ежегодно в размере инфляции. В следующем году он будет увеличен до 631 тысячи рублей на первого ребенка, а на второго сумма выплаты составит чуть выше 834 тысяч. К 26-му году по предварительным расчетам мат-капитал может превысить 1 миллион рублей. Многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Отдых в новогодние праздники для жителей России подорожал на 15-20%. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, средняя цена тура в Краснодарский край на 4 ночи около 25 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочном отеле на одного человека без учета дороги. За новогодний отдых с такими же условиями в Москве придется заплатить минимум 18 тысяч, в Петербурге 15 тысяч. В этом году подорожал и Великий Устюг. Отдых в нем стоит от 40 тысяч рублей, включая переезд на поезде. Пока это самое дорогое направление. Она также отметила, что новогодние праздники можно провести и в горах. Там отель будет стоить около 45 тысяч рублей. Сегодня, 16 ноября, отмечается Международный день толерантности. Появилась эта дата в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО. Толерантность понимается как уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира. По всей стране проходят праздничные мероприятия, приуроченные к этому дню. Как этот праздник отметили в Самарском дворце ветеранов, расскажет Елена Чернявская. Толерантность – это путь к миру и согласию. 16 ноября ежегодно отмечается Международный день толерантности. Его суть заключается в том, чтобы снизить случай проявления неуважения людей друг к другу, исключить конфликты между людьми разных национальностей. Это самый понимающий праздник в мире, можно так сказать, потому что важно, очень важно, чтобы каждый человек понимал друг друга, находил поддержку друг в друге, уважительно относился к вероисповеданию, к культуре, традициям, обычаям, привычкам, устоям каждого человека. И поэтому мы приглашаем людей сюда, концертную программу подготовим для них, замечательные слова, поздравления, чтобы они, уходя от нас, несли это добро, эти светлые чувства в мир. В Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню толерантности для актива городской организации инвалидов. Елена Клычева – инвалид второй группы. По словам женщины, ей очень важно, что приглашают вот на такие встречи. Главное – внимание и забота, а для души – творческий подарок. Если ты упала на подошву, я не спаси, откуда ты? Дайте, притокнись немножко, я с такой тела высоты. Сейчас осень, депрессия, а здесь заряжаешься позитивом, и уже хочется жить, творить, и радостно, и возвращаемся домой. Праздничный концерт открыл автор-исполнитель, известный самарский бард Александр Исаев, исполнив всеми любимые композиции. Праздник прошел интересно, а все присутствующие получили позитивный настрой. Елена Чернявская, Николай Епифанов. События. В его власти – засчитать гол, назначить штрафной удар или добавить к тайму компенсированное время. В Самарском национально-исследовательском университете прошла презентация «Футбольный арбитр». О тонкостях профессии гостям встречи рассказали практикующие рефери. Ксения Баканова продолжит. Футбол для Марии Черепановой – это не просто хобби, а дело жизни. Девушка увлечена спортом уже семь лет. Из них четыре года работает тренером. Признается, не все игры проходят гладко. Иногда возникают и спорные ситуации. Уладить их помогает арбитр. А чтобы лучше понимать вынесенные решения, игрокам и их наставникам нужно знать о запрофессии, уверена Мария. У нас проходят судейские семинары как для тренерского штаба, так же и для детей. Это всегда интересно, потому что если дети будут готовы и, соответственно, подкованы в плане судейства, им будет проще и реагировать проще, и осознавать, что от них требует определенный момент игры. В Самарском национальном исследовательском университете прошла презентация «Футбольный арбитр». Рассказать о специфике его работы и об особенностях судейства приехали специальные гости. Это Виталий Мешков, он сегодня арбитр премьер-лиги. Также Ян Бобровский, это человек, который окончил Академию Коноплева, был чемпионом Европы по футболу, но потом он стал футбольным арбитром. Это как раз тот пример для всех наших сегодня ребят, которые здесь в этом зале собрались. Футбольный арбитр – это гарант справедливости и блюститель правил игры на футбольном поле. Его задача не только провести матч на высоком профессиональном уровне, но и донести до игроков и болельщиков уважение к сопернику и самой игре. Поэтому здесь без определенных навыков не обойтись. В первую очередь стойкость, это стрессоустойчивость. И самое главное сейчас на первый план выходит физическая подготовка, потому что футбол ускоряется постоянно, игра развивается, игроки и мяч ходят очень быстро по футбольному полю, и, следовательно, и футбольные арбитры должны передвигаться абсолютно так же. Будущих футбольных арбитров готовит Академия Российского футбольного союза. Все желающие могут бесплатно пройти обучение и освоить профессию. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Хоккеисты молодежного клуба «Ладья» дома одержали две победы над клубом из Казахстана в МХЛ. Юные самарские баскетболисты стали первыми в своей группе на предварительном этапе первенства «Дюбл». Подробнее об этом в нашей спортивной рубрике. Кроме россиян, вызов в свои национальные команды получили легионеры крыльев советов. Полузащитник Амар Рахманович поможет сборной Боснии и Герцеговины в матчах против Люксембурга и Словакии. В этих играх решится, кто из группы получит путевку на Евро-2024. А нападающий Егор Карпицкий получил вызов в молодежную сборную Беларуси и уже сыграл за команду первый тайм матча против сверстников из России. Реалитативными действиями не отметился. Россияне победили 3-1. В Есентуках завершился предварительный этап первенства «Дюбл» с участием команды «Самара». Юные волжане одержали в группе 4 победы в 5 матчах и заняли первое место. Уступили лишь сверстникам из «Химок», а переиграли соперников из Иркутска, Воронежа, Тольятти и столичной МБА Академии. Самым результативным у «Самары» «Дюбл» стал Георгий Мафуров. Он набирал в среднем за матч более 17 очков. Хоккеисты «Ладьи» дома провели два спаренных матча против снежных барсов из Казахстана в рамках МХЛ. Первый матч проходил при преимуществе «Хозяев льда». В первом периоде «Ладьи» не удалось забить, а вот во втором «Голкипера гостей» удалось пробить сразу три раза. Гости ответили на это двумя своими шайбами, но большего сделать не смогли. 3-2 в пользу «Ладьи». Второй матч «Тольяттинцы» провели гораздо увереннее. Забили быстрый гол, а затем постепенно увеличивали разницу в счете. Гости ответили лишь голом «Престижа». 5-1 победа «Ладьи» и «Тольяттинцы» вернулись на первое место в дивизионе «Серебряный». Волейболисты «Новы» на выезде играли против «Динамо» Ленинградской области в рамках Российской Суперлиги. В первой партии новокуйбышевцы смогли воспользоваться ошибками соперника и завершить сет в свою пользу. 25-22. А затем «Хозяева» нашли ритм игры и практически идеально провели три следующие партии, в каждой побеждая все крупнее и крупнее. Противопоставить что-то оппонентам волжане не смогли. 19-25, 16-25, 14-25 и 1-3 по партиям. Поражение «Новы». Новокуйбышевцы все еще без побед в чемпионате. В чилийском городе Калина проходит теннисный турнир на грунтовом покрытии категории WTA-125K. В первом раунде уроженка Тольятти Диана Шнайдер уступила Пани Удварти из Венгрии 3-6-4-6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Диана дважды подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и взяла два гейма на подачи соперницы. Паблик телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте возглавил топ среди сообществ российских телекомпаний. В октябре мы вошли в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков ВК по версии Нью-Медиа, заняв первое место в федеральном рейтинге. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет «Самара». Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Подписывайтесь на нашу основную страницу ВКонтакте, а также на страницы наших телепроектов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех». Для компаний малого и среднего бизнеса, производящих товары и услуги под собственным брендом, это станет отличной возможностью представить свой проект и побороться за победу в своей номинации. Этих номинаций 10 – лучший производственный проект, технологический, сельскохозяйственный, туристический, молодежный, лучший проект в сфере торговли и услуг, в сфере креативных индустрий, лучший самозанятый, бизнес-мобилизация и народный предприниматель. В прошлом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале в Москве, став победителями сразу в трех номинациях. Заявки на региональный этап премии «Бизнес-Успех» принимаются до 28 ноября, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Телеграм-канал Куйбышевского района пишет, что продолжается борьба со стихийной торговлей на Пугачевском тракте. После составления протокола его направят в административную комиссию для фиксации правонарушения и в дальнейшем назначения штрафа. Нарушителям грозит штраф от полутора до четырех с половиной тысяч рублей на граждан, а юридические лица могут заплатить от семи с половиной до двадцати двух с половиной тысяч рублей. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Впереди вас ждет еще один сюжет, а я на этом с вами прощаюсь. Теплые модные одежды для мужчин и женщин. В Самаре открылась ярмарка распродажа зимних и демисезонных курток, пуховиков, дубленок, пальто. В Санкт-Петербурге закрылся холдинговый центр «Скандиландия». Остатки товара распродаются с большими скидками. Размеры от 42 до 74. В магазинах представлены и модели для женщин. Особой гордостью является легендарная финская дубленка компании «Диорис». Она представлена полностью из натуральной замши ягненка, которая полностью обработана парафином накаткой. Проявилась только технология в 2021 году. Она позволяет вашей коже дышать. Она защищает от влаги, от грязи, от затирания. Она светлого цвета представлена. Хоть она и светлого, она максимально практична. Подкладка выполненной шерсти австралийского танкорунного мериноса. Это самая редкая порода овчины. Мужскую и женскую одежду можно приобрести по следующим адресам. Самара, улица Победа-16, улица Победа-141 в помещении справа от Чиу-Чиу, партизанская 56Б-1, бывший магазин конфет «Зефирчик», остановка улица Тухачевского, а также в поселке Новосемейкино по адресу улица Советская, дом 40А, ориентир, воздушные шары, надувной олень. Ярмарка будет работать 17 и 18 ноября с 9 утра до 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова